Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Оперативники управления по наркоконтролю нашли у гомельского дилера почти 11 килограммов марихуаны. Мужчина не только продавал наркотик, но и сам употреблял. Вышли на него благодаря покупателю, которого задержали еще месяц назад. В ходе обыска сотрудники милиции нашли у него бумажный сверток. Внутри находилось измельченное растительное вещество общей массой более 3,5 граммов. Выяснилось, что задержанный купил наркотик у неизвестного мужчины. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и вышли на наркодилера. Им оказался гомельчанин 1988 года рождения. Оперативники гомельского наркоконтроля посетили задержанного гомельчанина по месту жительства и в его квартире обнаружили картонные коробки, в которых находились сухие листья и стебли. Экспертиза показала, что это марихуана. В результате было изъято 8 коробок, общим весом почти 11 килограмм. Материалы проверки в отношении продавца и покупателя наркотических средств переданы в Гомельский городской отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки. Сегодня ночью спасатели Мозырьского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в деревне Большие Зимовичи. По прибытии к месту вызова внутри деревянного дома наблюдалось плотное задымление и открытое горение в комнате. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в горящей комнате обнаружен обгоревший труп хозяина дома 1961 года рождения. Спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем уничтожено имущество в комнате. Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа. А накануне в Речице около 10 часов вечера во дворе дома по улице Строителя 11 произошло возгорание легкового автомобиля. Очевидцами стали жители соседней многоэтажки, которые и зафиксировали происходящее на видео. Тушили пожар подоспевшие реческие огнеборцы. Судя по видео, чтобы сбить пламя, им понадобилось всего несколько минут. Причины возгорания выясняются. В Рогачеве разыскивается без вести пропавший Дмитрий Алаев. Подросток 2004 года рождения, 13 марта после 15 часов, вышел из школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид мальчику 15 лет. Рост 155-160 см. Худощавого телосложения. Волосы русые средней длины. Глаза голубые. Был одет вязаную черную шапку с надписью эмблемы белого цвета «Хонда». Куртку черного цвета с капюшоном, светло-серые спортивные брюки, кроссовки белого цвета с серыми вставками. Особые приметы – отсутствует фаланга на большом пальце правой руки. При себе имел рюкзак красного цвета. О местонахождении пропавшего можно сообщить по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Пример опасности на дороге, от которой не застрахован никто. В неприятную ситуацию попал водитель легкового автомобиля, проезжая около деревни Тидов Калинковического района. Видеорегистратор запечатлел, как с проезжавшего во встречном направлении лесовоза отлетели фрагменты древесины. Они угодили прямо в лобовое стекло легковушки, которое в этот момент проезжало мимо. К счастью, водитель отделался легким испугом. Лобовое стекло осталось целым. Вывод – перевозчикам необходимо соблюдать правила перевозки древесины, а остальным участникам движения быть более бдительными и, как минимум, держать безопасную дистанцию. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.